Адрес аэропорта Современный комплекс начал функционировать в 1998 году, заменив старый аэропорт Кайтак. Проект предусматривал не только строительство терминалов и комплекс аэропорта, но и сооружение сети транспортных развязок из мостов, тоннелей, железнодорожного полотна. Процесс сопровождался масштабными изменениями ландшафта территории Гонконга. Проект оказался самым дорогостоящим среди существующих аэропортов, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Две взлетные полосы способны принимать и отправлять более 60 самолетов в час. Их параметры позволяют обслуживать лайнеры следующего поколения, осуществлять приземление, в условиях недостаточной видимости. Эти показатели значительно превышают возможности старого аэропорта Кайтак. Онлайн-табло расписания рейсов Гонконг-Джуха и Макао – самый длинный морской мост для аэропорта Гонконга. Онлайн-табло вылета и прилета доступно по ссылкам «Прибытие и отправление». Там указано время рейса, название авиакомпании, номер рейса, направление, терминал, статус рейса. Информация на сайте на английском языке, встроенный перевод на русский язык отсутствует. Табло вылета, работающее в режиме онлайн, присутствует и в самом аэропорту Гонконга. Обратите внимание, узнать открыта ли посадка на самолет и найти другие данные о рейсе, который не указан в онлайн-табло. Можно во вкладке «Airlines Information», схема аэропорта «Аэропорт Краби» несмотря на масштабность. HKG Аэропорт устроен практично и удобно. Комплекс включает три терминала, Т1 – зона, состоящая из восьми уровней, где размещены выходы на посадку, трансферы, производится паспортный и таможенный контроль. Т2 – зона регистрации, Тмяйфелд – отдельное сооружение, для обработки международных рейсов. Все помещения аэропорта оснащены удобной системой указателей. Предусмотрено наличие справочных служб и телефонов в каждом терминале. Развоз туристов по аэропорту выполняют шаттлы и траволаторы. Схема аэропорта Гонконга с указанием всех важных объектов инфраструктуры, доступна по ссылке. В интерактивной вкладке можно выбрать определенный этаж для осмотра. Для ускорения поиска того или иного объекта в аэропорту, предлагается выбрать категорию «Шопинг и еда», «Обслуживание и сервис», «Искусство и культура». Ориентироваться в схеме аэропорта VHH помогают иконки и указатели. Кликнув по объекту на карте, можно увидеть его название, краткое описание и время работы и телефон, если это услуга. Услуги аэропорт Астана Аэропорт Гонконга располагает всеми необходимыми возможностями, для комфортного времяпровождения в период путешествия. Среди базовых услуг доступны такие «места для отдыха», в транзитной зоне, помощь и справка для пассажиров, камеры хранения, расположены в терминале 3, работают с 5 часов 30 минут до 1 часа 30 минут. Стоимость часа – 12 долларов США. Доставка багажа, упаковка багажа, возле стой к регистрации Т1 и Т2, работают с 6 часов до 0 часов. Услуги носильщиков, медицинские пункты. Пункты для зарядки гаджетов и распечатки. Туристические центры, игровые залы для детей, доступны в каждом терминале, бесплатные туалеты и душевые кабины. Более 50 фонтанов с питьевой водой. Банки, банкоматы и обменные пункты. Почта, полицейский участок, комнаты для молитвы, помещение для курения, центр помощи маломобильным людям. Чем заняться в аэропорту Гонконга кроме основных удобств? В транзитных зонах предлагаются возможности для досуга и развлечений, кинотеатры, выставки, спортивные залы, интерактивный авиацентр. В аэропорту Гонконга множество магазинов известных брендов. Работают кафе и рестораны с азиатской и международной кухней. К примеру, Бургер Кинг, Старбакс, Тай Чиу, Чиньос Кичин. На крыше терминала 2 находится кафе со смотровыми площадками. Во время длительной пересадки, есть возможность посмотреть достопримечательности Гонконга, статуя Большого Буди, парки Виктория, самая высокая точка города, с панорамной смотровой площадкой, Диснейленд, Оушен Парк, крупный центр развлечений, с аттракционами, аквариумом, дельфинарием, зоопарком. Дополнительная информация. Гонконг относится к территориям с особым административным устройством. Не рекомендуется покидать его пределы, без соответствующих вис и документов. Отели на территории комплекса аэропорта есть отель «Регалая» под хотел на 1171 номер. В пяти минутах располагается еще один отель «Новотел Сити Гарва» и F440 номеров. Также, можно расположиться в Hong Kong Sky City Marriott Hotel, который находится на острове Лантау. Все заведения работают в круглосуточном режиме. Фото и контакты отелей доступны на сайте аэропорта. Доступ к интернету на всей территории аэропорта HKG действует свободный Wi-Fi. Для подключения следует выполнить такие действия, найти сеть решетка HackerPort Free Wi-Fi, открыть любой сайт через браузер, на появившейся странице нажать «Agre and Continue». Парковки в гонконгском аэропорту действуют автостоянки. Дополнительная информация. При отсутствии мест на какой-либо из парковок, автовладельцев перенаправляют на свободную стоянку. Рекомендуется бронировать места заранее. Как добраться аэропорт находится в 30 километрах к западу от Гонконга. Добраться до него можно на общественном транспорте, на такси или собственном авто. На автобусе от города курсируют автобусы АЕ место отправления – сервис Чонг Тат Рот, где можно ознакомиться с направлениями и купить билет. Цена проезда – до 50 гонконгских долларов звездочка. Важно! Автобусы оранжевого цвета предназначены для перевозки большого количества багажа. Водный транспорт доехать до Гонконга, Сентрал и других популярных населенных пунктов можно и на пароме. Этот вид перемещения доступен пассажирам в таких направлениях – Макао, Хамен, Шинчжень. Дорога займет от 30 минут до 1 часа. Дополнительная информация. При покупке билета на проезд заранее, багаж, после прилета автоматически отправляют на паром. Действует водное сообщение между городскими пристанями и аэропортом, на скоростном катере Скайпье. Покупка билетов на него доступна в зоне прилета. На такси разобраться в маршрутах такси, помогает цветовое различие автомобилей. До любого района Гонконга, Коулуна, Сахниня, Чонгвань-Ау или Чхюньвань, можно добраться на такси красного цвета. Исключение составляет остров Лантау, доехать до которого можно на голубом такси. К новым территориям ездит зеленый такси. Этот вид транспорта доступен в любое время, в том числе и ночью. Стоимость поездки на такси до центральных районов Гонконга – от 220 до 360 гонконгских долларов звездочка. На аэроэкспрессе удобная альтернатива метро отправляется каждые 10-15 минут и соединяет станции Ханг Хом, Лам Тин и Норд Пойнт Ферри. Аэроэкспресс работает с 6 утра до 1 часа. Билет от аэропорта Гонконг до центра города стоит 100 гонконгских долларов звездочка. На автомобиле дорога из Гонконга до аэропорта на автомобиле, пролегает через автомагистраль Уэст Каулун Экспресс Уэй. Продвигаясь по ней, следует свернуть на дорогу Норд Ланта Хай Юэй. Время в пути от центра города составит около 30 минут. На поезде между терминалами 1 и 2 находится остановка экспресс-поезда. На этом виде транспорта можно добраться до станций Хонг Кок, Сентрал и Каулун. Оттуда есть возможность сделать пересадку на городское метро Гонконга. Билеты продаются в кассах на станции, на территории комплекса аэропорта. Направления и авиакомпании ежедневно из аэропорта Гонконг совершают перелеты десятки тысяч пассажиров в разные точки мира. Осуществляются как прямые рейсы, так и транзитные. Популярны такие направления – Шанхай, Пекин, Санья, Бангкок, Куал-Лумпур, Окленд, Париж, Дели, Токио, Динпасар, Сеул, Сингапур, Амстердам, Цюрих, Москва и другие. Авиарейсы обслуживаются перевозчиками из Азии, стран Европы, России, США, Канады и другими. Наиболее популярны – Air China, ASEAN Airlines, Carine Air, British Airways, LATANSA, Aeroflot, Turkish Airlines, Qatar Airways, American Airlines. Для ряда авиакомпаний, аэропорт Гонконг является базовым. К таким относятся Кати и Пасифик и его главное подразделение – Dragonair, оператор грузовых перевозок – Air Hong Kong Limited, небольшие перевозчики HK Express и HK Airlines. Сегодня Международный аэропорт Гонконга – Code HKG – известен как крупнейший пассажирский и грузовой хаб. Комплекс является уникальным, с точки зрения архитектурного подхода, масштабности и инфраструктуры. Созданы все условия для комфорта вылетающих и прибывающих пассажиров. Звездочка цены указана на июнь 2018 года. Звездочка цены указана на июнь 2018 года.